Добрый день, друзья! Сегодня я решил записать такое интересное видео по поводу, как хотят обмануть моряков в тот момент, когда они ищут работу по интернету. У меня есть одно такое видео от моего подписчика. Товарищ из Бангладеш, учится в России, прислал мне коротенький рассказ, но его хотели кинуть буквально очень мало, на долларов так 150-200. В нашем случае немножко сумма побольше. Тоже мне один подписчик отправил, теперь мы уже с ним очень хорошо знакомы. Сейчас в Одессу вместе поедем. Ну что ж, поехали к нашему случаю. Начнем с того, что зарегистрировался он в такой социальной сети, как LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn, в принципе, я там тоже зарегистрирован, но я так особо работаю не ищу. И получается то, что у него нет танкерного опыта, и он третий штурман, ну хотя документы есть, может работать и вторым штурманом, но суть не в этом. Дело в том, что приходит ему письмецо такое, от какого-то крутого, в общем, товарища из компании Stoll Tankers. Ну, кто моряки, те знают, что такая компания, я постоянно видел танкера, химовозы встречались, надпись прямо на борту. И товарищ, ну потом мы посмотрим, кто-то такой, как бы, можно сказать, генеральный менеджер отделения в Хьюстоне, в Штатах. И прям сходу, раз, и получай тебе контракт такой. Ну вот мы смотрим, Stoll Nielsen Limited, United States, Хьюстон, Техас, кстати, куда я тоже полечу, скорее всего. И 29 марта, фамилию я его замазал, и сразу предлагают такие, как сейчас, зряют вкусняшки или вкусные условия. Берут его на позицию второй инженер, ой, второй штурман, предлагают дальше, ну это стандартный договор. Так, что нас интересует, Job Location, где работа, Хьюстон, Техас, USA. Какой тип судна, танкера или суда специального назначения? Рабочий день, посмотрим, с 8 до 5 вечера, даже исключая какие-то праздники, общие праздники. Так, что у нас дальше? Размещение, accommodation, USA, Хьюстон. Так, ну тут по питанию, у вас там и повара, и диетические, в общем, диетическая еда, к вашему рассмотрению. Так, SIGPay, это по поводу, ну если вы заболели или получили какую-то травму, там туда-сюда. Обучение, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Жена, максимум двое детей, даже могут ходить в школу на нашей территории. Статус, статус, ну, протяжение контракта, family status, orientation program, так, safety security, что-то такое все. Дальше, медицинская страховка, скорее всего, health care, это забота о вашем здоровье. Communication, это даже вот, какой лэптоп будет, 15 дюймовый экран, 500 гигабайт hard drive, Windows, вы можете звонить, пользоваться общим интернетом и так далее. Также, звоните по телефону домой. Так, ну, все, значит. Если вы удовлетворены, значит, пишите нашему адвокату. Так, ну, и все, да. И вот последняя страница, такой цифровой контрактик. Печать модная, official seal. Официальная печать. Хорошо. И, значит, подписывая его, вот наш, этого, запомните, капитанчик. Капитанчик Daniel Strideon. General Manager Stollhaven Houston, USA. И вот этот типок подписал. Yours faithful, искренне ваш. И так далее. Ну, что, мой товарищ решил, конечно, попробовать. Я говорю, ну, конечно, давай. Такие вкусные условия, конечно. А, так, подождите. Тут же самое интересное. Про зарплату. Вот, елки-палки. Как это я так пропустил. Самое интересное, то, что всех моряков интересует. Не моряков или не моряков. А как же зарплата? Чего вы не говорите о зарплате? Начинайте работать вы. 7 мая 2018 года. Эту даду вы должны приехать в офис. 9.20 утра. Подойти к Human Resources Department. Где вас снабдят все информации по поводу Stoll & Nielsen USA. Все преимущества, ну, в общем, размещение, orientation программ. Перед тем, как вы приступите к выполнению обязанностей. Так. Вы должны получить все это. И нанимаем вас на работу. Зарплата. Ну, так я могу сказать, что у второго штурмана на танкерах зарплата где-то, как у третьего механика, это 4300 долларов. То здесь предлагают такая сумма. 6800 долларов в месяц. Ну, только небольшие налоги надо заплатить на территории штатов. 90% платят вам. 10% остаются на территории штатов. Так. И, значит, 90% за первые три месяца будут вам выплачены предварительно. И 10% остаются на территории штатов согласно какому-то USA патриотическому акту от 2001 года. Расписывается, что куда идет. 1500, 455, 1500, 1500, 2800. Так. Job description. Это что вы будете выполнять. Работать под предводительством мастера или старшего помощника. Тренировать кадетов, дек-клю. Работать на палубе, если когда нужно. Мурин-ан-Мурин-Оперейшнс. Ну, это все швартовные операции. Мушер-локейшн. И аэропорта отдавать, пересылать кому-то. Доктор Роберт Хилл. Такое есть. Так, что... А, вот же дальше. Как же это? Страницы пропустил. Дальше что идет? Идут бонусы всякие. А, так вот. Это еще, видите, 6700 или сколько там? 6800. Плюс еще какие-то бонусы вам. Year Annual Bonus. Минимум 30% от Basic. Там еще какая-то зарплата. И ладно, это такое все. И, значит, ротация. Три месяца на контракте. Один месяц дома. Продолжение всего этого контракта. Два года. Потом возобновляем. Переписываем. И понеслась. Что нужно предоставить. Трэвел документы. И все такое. Флайт детали. Work Permit. Это вам присылается на почту. Так. Vacation. Четыре недели. Вот что интересно. Четыре недели за полную оплату. Значит, 6800 так же и платят. Ну, и перемножьте все это на месяц. И работайте во два года. Ну, и что? Мой товарищ говорит, надо попробовать. Я говорю, ну, конечно, давай будет хоть этот сюжет какой-то. А может, это действительно такое будет. Ну, и что? Отправил он туда. Собрал. Прислали, значит, ему бумажечку такую. Ну, как бумажечку там. На четыре листа. Собрать документы. Поставить галочки. Поотвечать на вопросики. И он говорит, что вот я все собрал. Хочу вам отправить. Они говорят, будешь контактировать с нашим адвокатешком. Адвокатом. Вот этот письмецов пришло от них. Их читаете, уже лень тут переводить. Ну, в общем, тут такое все. Копия контракта. Нанятие на работу. В течение трех дней. В общем, всякие письма. И вот же этот капитанчик, запомните. Кэптен Даниэл. Мы его сейчас скопируем. Вот так вот. Скопировали. Я потом, кстати, лицо видел его. United States, Техас. Вот. Дальше он написал. Еще там один товарищ ведет канал. Живет в Штатах. Ну, как разъяснить. Потому что он там больше знает. И вот, что он ответил. Привет, как я понял из договора. То нужно оформить разрешение на работу в Штатах. Ну, хотя вот, как я сейчас еду в Штаты. Ну, я просто визу. Сколько там виза стоит? 160 долларов на 10 лет. То есть разрешение на работу. Ну, как бы, сколько оно стоит? Я не знаю. Ну, долларов 500 может. Это заявка на получение разрешения. Но, чтобы иметь право на работу, нужно, как минимум, иметь рабочую визу. Это то, что делаю я. Или статус, позволяющий работать. Указано, что вопросами документов будет заниматься миграционный адвокат компании. Вы будете оплачивать его работу. А суммы там могут быть немаленькие. К тому же, 10% зарплаты будут выплачиваться на ваш счет в американском банке. Который еще нужно приехать в США, открыть на свое имя. Это так он ответил. Так, дальше, значит, что мой товарищ сделал? Собрал все эти документики и начал вести активную переписку с этим адвокатишком. Адвокатишкой. Вот это он ему отвечал. Все, виза, виза, иммигрейшн, иммигрейшн. Все там хорошо. Но нас же интересуют деньги. Ну, в конце концов, ждем мы 3 дня, 4. И приходит такая сумма. Смотрите, нормально. За то, что штамп поставил. 320 долларов. Letter of Attestation. Аттестационное письмо. 760 долларов. Какой-то I would have a support. 850 долларов. И сбор какой-то 60. В сумме 1990 долларов. Ну, конечно, пыль для моряка. И что, когда вы будете готовы, действуйте. Вот это из SWIFT и SPAS. Типа, из SWIFT и SPAS. Быстрее бабки отправляйте. И ждем вас. Винсент Джон Мессина. Дальше, ну, начал мой друг, значит, искать всех этих товарищей. Рассылка шла с этого аккаунта. Ну, как бы она вроде бы официальная. Но как-то они так научились подделывать. Скорее всего, что вот. Какая-то Анна Ван Дассен Мюллер. С ее аккаунта. Кто там? Какой-то Chief Officer. Не знаю. Дальше. А вот этот, кстати, товарищ. Я его видел. Смотрите. Ну, это фамилия. Фамилия его и имя. Такой. Нормальный, улыбающийся американец. Ну, как бы, не похоже, что университетов Ливерпуль, United Kingdom в Англии живет. Но в то время он был написан, что в Штатах. Это который контракт подписывал. Организация Стольк Нильсон Лимитед. И, кстати, он нашел ссылочку, но я здесь не могу найти. Но там то, что очень много мошенников рассылает от нашего имени. Будьте осторожны. И все такое. Если хотите работать напрямую, значит, вот, смотрите, ссылочка. Направляйте сюда, и потом мы свяжемся. А, что интересное, самое главное, это никаких, я говорю, ни собеседований, ни интервью, как у меня обычно происходит. А, нормально, на должность выше, сертификаты танкерные есть, нет, нормально все пойдет, опыт есть, нет, все хорошо. Главное, деньги. Деньги, плати, все будет классно. Вот. Потом, ну, этот сам, этот, это, это где он нашел Хьюстон, Техас. Ну, конечно, есть такое подразделение. Вот они работают, офшор, прямо под берегом, сколько судов, и все такое. Вот, обращаемся дальше. Ну, начинает он дальше писать, и ждет же ответа от капитана. Я говорю, ты ему напиши, название, название судна, обязанности, что там, как, да, куда, молчат. Говорят, тыснай, вначале, вот у них тут, у нас девиз такой, first come, first serve. В общем, вначале приезжай и служи. Вначале, no money, no honey. Вначале бабки, а потом мы, в общем, начнем тебе отвечать или тобой заниматься. Ну, и в конце концов, где-то ответик такой, а, он, а, он их попросил, пожалуйста, пришлите мне за сканированную копию, копию лицензии вашего адвоката, и договор, который заключен между ним, как адвокатом и Стольд Нильсен-Юссей. Я жду документов от вас. И они ему говорят, что, извините, пожалуйста, мы не можем предоставить вам такие документы. И все такое. И потом, говорит, нарисовывается у меня такой капитанчик, который рад, что у меня прогресс с адвокатом. Ну, понятно, все бабулечки ждут. И все такое. И, в конце концов, он им написал, но я не могу это найти, что, ребята, давайте по скайпу пообщаемся. Пообщаемся по скайпу, обсудим все дела. Они говорят, ну, понимаете, мы не можем с вами, ну, как это, по скайпу, это же не серьезно, мы же уважающая себя компания. Все, у нас тут и лицензии, и договора, но мы не можем вам отослать, потому что, ну, вы не серьезный человек. Доверяйте нам на слово, пожалуйста. И так вот, в общем, не хотим по скайпу разговаривать, у нас это не приветствуется на работе. А звоните по какому-то там внутреннему телефону американскому. Ну, классно, конечно, какой-то афроамериканец так называемый, потому что их нельзя другим словом называть. С какой-то многоэтажки там под Лос-Анджелесом ответит тебе на своем языке непонятном. Вот и все. Ну, и чем это закончилось, понятно, что никто бабок не отослал. И они затухли. И вы же видели, я только что скопировал. Сейчас мы проверим еще разочек. Скопировал я этого капитанчика. Раньше, кстати, он высвечивался, как вот он был с таким лицом. Вот такое лицо у него было, да? Вот он. Даниэл Страйддом. Сейчас мы в поисковичок забиваем. Опа. Тут уже конкретно, видите? Кэптэн Даниэл Страйддом. Джейнерал менеджер стол. Хейфен Хьюстон. Тексис, Юэсэй. Нажимаем Enter. И заходим в LinkedIn. Что мы видим? Ой. Вот. Стерся. Видимо, там уже научились подделывать. Ну что ж, ребята, вот вам урок. В том числе и мне, и моему товарищу. Не надо проверять до конца. Ну, понятно, такие деньги. Конечно, никто платить не собирается. А, так я же забыл. Потом они ему счет же выслали. Вот. Говорит, плати банковский счет. Всего лишь. Там было 1990 долларов. А тут вот прислали с Голливуда. Голливуд. Стивен Спилберг прислал. Будешь работать актером в Голливуде. Голливуд Булевард. Лос-Анджелес. Контакт. Миссина какой-то ком. Вот. Прислали ему платежечку. И заплати не 1990 долларов, а 2050. И вот вам банк. Посмотрите. Бостон стрит. В Бостоне там они располагаются. Винсент Джон Миссина. Attorney at law. Короче, адвокат по закону. Красавчик. 4 марта. Жди денюжек. Пришлют тебе денюжки. Ну вот вам. Вот вам, ребята, и финал. Так что распространяйте это видео. Подписывайтесь на канал. Если хотите знать больше о морской профессии. И с этой стороны. И морские истории смотрите. И как я на контракте. День ото дня работал. И всякие морские статьи. В общем, наполняй канал. Какой только можно информацией. Если вы подписчик моего канала. И у вас есть загашники. Какие-то видео. Или какие-то истории. Или сами можете записать. Прислайте мне на Google Drive. Я буду рад сотрудничать. Я публикую это уже на моем канале. До новых встреч. Пока верстался номер. Наши общие друзья из Голливуда. Попросили в срочном порядке. Прислать деньги и документы. Иначе вы будете лишены визы в США. В последующие 10 лет. Вот такие вот весельчаки. Солнечного Голливуда. Солнечного Голливуда.